Музыка Жестокого убийства четырех человек в станице Маринской можно было избежать. Краевой следственный комитет возбудил дело в отношении дознавателя ОМВД Краснодара по статье «Халатность». Она должна была поместить под стражу 39-летнего мужчину, как социально опасную личность. В ходе следствия стало известно, что подозреваемый в массовом убийстве раньше часто избивал жену. А на момент совершения расправы находился под следствием по делу об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Напомню, массовое убийство произошло этим летом в станице Маринской. Мужчина пришел в дом родственников бывшей жены и в полусоры нанес ножевые ранения пятерым. Самой экс-супруге, ее сожителю, отцу, матери и еще одному родственнику. Выжить удалось только бывшей теще подозреваемого. Ее госпитализировали. Спустя несколько дней от полученных травм она скончалась в больнице. Совершив преступление, мужчина забрал свою трехлетнюю дочь и увез ее в Краснодар, где и был задержан оперативниками. По факту массового убийства следователи возбудили уголовное дело. Мужчина был взят под стражу. Находясь в камере предварительного заключения, он покончил с собой. Любители, оставленных в авто сумочек, поймали в краевом центре. Краснодарские полицейские задержали нескольких подозреваемых в кражах имущества из машин. Преступники передвигались на мотоцикле и машине. Все их действия попали на камеры наблюдения. Первый случай произошел на парковке у торгового центра на улице Дзержинского. Хозяин оставил БМВ на стоянке. Вернувшись, через 15 минут обнаружил, что у машины разбито стекло. А с заднего сидения пропал кожаный портфель, в котором было 400 тысяч рублей. Подозреваемых задержали на одной из улиц краевого центра. Ими оказались безработные 37-летний житель Воронежа и 32-летняя краснодарка. К этому моменту они потратили украденное, успели отдохнуть на побережье. Задержанный мужчина заключен под стражу, а женщину отпустили под подписку о невыезде. Через три недели она снова попала в руки полиции по похожему случаю. Из автомобиля, который владелец оставил у дома, была похищена женская сумка. В ней находились документы из 45 тысяч рублей. Скрыться воры не успели. Правоохранители задержали их с поличным. 30-летний краснодарец уже ранее был судим за кражи. Свою вину он признал и написал явку с повинной. А вот женщина, как он заявил полиции, просто его подвозила. В обоих случаях задержанные злоумышленники действовали по одной схеме. Выбирали автомобили исключительно представительного класса. При этом обязательным условием было, чтобы в салоне транспортного средства находились оставленные автовладельцами сумки. После чего разбивали боковые стелки и совершали исчищение. Общий ущерб от их действий составил более 450 тысяч рублей. Также примечательен факт того, что как за первую, так и за вторую кражу среди задержанных была одна и та же гражданка. В отличие от мужчин, задержанная 32-летняя Краснодарка свою вину полностью отрицает. Поясняет, что якобы не видела, что совершают ее знакомые и просто находилась рядом. Правоохранители продолжают разбираться во всех обстоятельствах преступлений. Устанавливаются роли задержанных лиц. Возбуждены уголовные дела. Подозреваемым может грозить до шести лет лишения свободы. Шутка стоимостью в два года лишения свободы. Участковый по горячим следам раскрыл курьезное хищение. С заявлением об исчезновении барного стула обратился мужчина. Вещь стоимостью 4500 рублей он оставил на лестничной клетке возле своей двери. Через два часа покупка исчезла. Разобраться в чем дело помогли камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как девушка крадется по коридору, стараясь не шуметь. Берет стул и уходит. Позже выяснилось, она живет этажом выше ей 21 год. И таким образом она хотела пошутить над соседом. Свою вину юмористка признала полностью. За такое веселье ей может грозить до двух лет лишения свободы. Уголовное дело уже заведено. Пикник на траве со спиртными напитками устроила компания подростков в одном из парков Краснодара. Как отдыхала в сквере дружбы группа молодых людей зафиксировали камеры уличного наблюдения. Вначале уютно расположились на газоне пятеро подростков, открыли бутылку пива, продолжили более крепким напитком. Спустя несколько минут к подросткам присоединяются еще двое, а через пять минут компания увеличивается до восьми человек. Коктейль из водки и пива возымел эффект. На лицах детей улыбки девушки фотографируются. Разговор явно оживился. Но ненадолго, через 15 минут, на место прибыли сотрудники полиции и прервали фуршет. Молодых нарушителей доставили в отдел полиции. Правоохранители выяснили личность гуляк. Все они – жители Прикубанского округа. Ранее в подобных правонарушениях замечены не были. Сейчас решается вопрос о постановке детей на учет. А вот одному участнику пикника, которому уже есть 18 лет, грозит штраф от полутора до трех тысяч рублей. На него составлены два протокола о распитии спиртных напитков в общественном месте и привлечении несовершеннолетних товарищей. За остальных любителей отдохнуть на природе будут платить родители. Штраф составит от полутора до двух тысяч рублей. Три аварии зафиксировали камеры ЕДДС за прошлые сутки. Автомобили участники ДТП получили незначительные повреждения. Итак, первое столкновение произошло на пересечении улиц Красных Партизан и Лукьяненко. Водители совершили банальную и самую распространенную ошибку – не соблюдали дистанцию. Как результат – потеря времени и денежные расходы. Буквально через полчаса на этой же улице, только на пересечении с Сочинской, водитель красного кроссовера решил совершить разворот, но не заметил ехавшую по встречной полосе белую иномарку. Столкновения избежать не удалось. Кто прав, кто виноват, будут выяснять сотрудники ГИБДД. Завершает наш дорожный обзор авария на Северной и Ломоносово. На кадрах видно, как одна из легковушек едет по Северной, в это время другое авто начинает движение с обочины. В итоге обе машины получили удар по касательной и обеим понадобится небольшой ремонт. Редактор субтитров А.Семкин